Всем привет! С вами снова я, Кананеза Оксана. Сегодня я хочу поговорить о дневном макияже. Каждая девушка, выходя на улицу, старается подкрашиваться. Неважно, это на работу или просто на прогулку, или в магазин. Так что я хочу показать, как буду делать это я сегодня. Итак, наносим тон небольшим слоем, чтобы он был незаметным. Я показывала в предыдущем видео, как это я делаю. Затем припудрим лицо пудрой, чтобы закрепить тональный крем. После этого румяна наносим, чтобы освежить лицо, придать ему розового цвета. Затем придаем форму бровям. Я в предыдущем видео показывала, как я это делаю. А потом уже переходим в глаза. Желательно выбирать для дневного макияжа, для пастельного оттенка, цвета, чтобы они были нейтральны. В нейтральности могут относиться также и зеленые, голубые, и розовые цвета. Главное, чтобы они были нежные и не броскими. Итак. Так, приступаем. Изначально я наношу самый светлый цвет. На все подвижное веко и под бровь. И немножко под глаз, чтобы освежить. Затем я беру чуть потемнее цвет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И так, затем можно тот же самый цвет взять и нанести возле ресниц более интенсивно. И так, если вам не хватает цвета и хочется выделить глаза чуть пояче, берете еще более темный цвет теней и прокрашиваете опять возле ресниц. Крайне мере, мне так нравится. Затем, после того, как я закончила с темным цветом, я беру опять кисть для светлых теней и наношу совсем немножко теня и границу перебиваю, чтобы не было особо имена сверху и внизу. После того, как мы закончили с темными цветами, я перехожу к ресничкам. Подкрашу немножко. После того, как мы закончили глаза, с темными цветами, стоит немножко подкрасить губы. И так, после того, как вы закончили дневной макияж, можете выбираться в любое место, куда вы хотите, выйти прогуляться или на работу. Вы будете выглядеть ярко и обворожительно. С вами была я, колонец Оксана. До новых встреч!